Приветствую всех! Сегодня в преддверии Дня Лешего я приглашаю вас прогуляться по экологической трофе музея и посмотреть на растения, растущие здесь, в несколько ином ключе. Я расскажу вам о том, какое значение имели растения в жизни наших предков всего какую-то сотню лет назад. Вы очень удивитесь, как богато использовали в быту кору, древесину, корни, листья, хвою, плоды различных деревьев, растущих в нашем лесу. Остановимся на четырех видах. Это всем известные сосна, дуб, береза и яблоня. К нашему счастью, все эти деревья давно и благополучно растут на нашей экологической тропе. Предлагаю вам прогуляться, пока погода еще позволяет. Сосна обыкновенная. Основная порода хвойных лесов средней полосы. Древесину сосны издревле использовали в строительстве. Наши предки рубили из нее избы, бани, колодцы. Нужно отметить, что и сегодня древесину сосны используют в строительстве. А сосновые корни очень гибкие, а при высушивании становятся прочными и упругими, что позволяло плести из корней различную утварь. Например, короба. Широко использовалась и сосновая смола живица. Ей склеивали орудия труда, крепили ювелирные камни в изделиях, а еще обрабатывали раны и ожоги для быстрого заживления. Емкость со смолой, снабженная фитилем, выполняла роль светильника или фонаря. Целые чаны со смолой выливали из крепостных стен при обороне города. Вероятность такой незавидной смерти должна была поубавить пыл врага. Деревянные бочки обязательно смолили, то есть покрывали смолой, чтобы законсервированные в них овощи на зиму опустить на дно колодца для лучшей сохранности. Современную жвачку также заменял комочек смолы. Она укрепляла зубы и дезинфицировала полость рта. Для борьбы с бактериями также применялась и сосновая хвоя. Из нее делали отвары, которые применяли при болезнях горла. Из волокон хвои умудрялись даже делать ткань. Ее так и называли – лесная шерсть. В случае с сосной наши предки нашли применение буквально каждой ее части. Посмотрим, на что их вдохновил дуб. Дуб черещатый – еще одно дерево наших лесов, только уже широколиственных. В годы, когда муки не хватало, а неврожай был нередкостью, из желудей делали муку и пекли хлеб. Также из желудей делали кофе, ну или почти кофе. Горьковатому напитку приписывали не только питательные, но и полезные свойства. Также наши предки использовали чернильные орешки. Но откуда орехи на дубе? Дело в том, что на листьях дуба образуются вот такие галлы. Это деятельность насекомых – орехотворок. В каждом орешке развивается личинка. Такие галлы содержат много танинов, и смешивая их с солями железа, можно получить стойкие черные чернила, которые использовались на Руси вплоть до 20 века. Отличным красителем считались и листья дуба. Содержащийся в них пигмент кверцетин позволял в зависимости от концентрации окрашивать шерсть в желтый, зеленый, коричневый и даже черный цвет. Широко применяли дубы в косметике. Например, отвар из дубовой коры использовали для мытья волос. Неисчерпаемо и богатство применения березы. Всем известно о берестяных грамотах. Это кусочки березовой коры, которые использовали для бытовой переписки, процарапывая текст на обратной стороне. Из бересты также плели различные туисочки, детские игрушки и, конечно, знаменитую обувь – лапти. У меня в руках, например, вот такая небольшая фляга. Крышу избы покрывали шитыми между собой кусками березовой коры, которая прекрасно защищала от влаги. Именно из березовой коры путем сухой перегонки можно получить березовый деготь. Его на Руси применяли очень широко. Например, обрабатывали сапоги для защиты от влаги. А разведенным водой его применяли для защиты растений на грядках от вредителей и даже как репеллент в борьбе с кровососущими насекомыми. Деготь также использовали и используют в косметике. Например, он есть в составе антибактериального мыла и шампуня от перхоти. Еще один дар березы – это ванные веники, которые и поныне считаются прекрасным средством оздоровления и омоложения организма. Последняя наша героиня – это яблоня. Лучший дар яблоне – яблоки. Но яблоня недвецкого, произрастающая на экологической тропе – это декоративная порода. Яблоки она дает мелкие и кислые. То ли дело яблоня садовая, десятки сортов которой знали уже наши предки. Мы и сегодня с удовольствием угощаемся яблоками. А на Руси из них делали большинство сладостей – и варенье, и повидло, и мармелад. Яблоки участвовали во многих обрядах. Как олицетворение жизненной силы их дарили детям на Новый год. А у молодежи подарить яблоко означало признаться в любви. Вот такая вкусная Валентинка. Неудивительно, что именно под яблоней проходило свадебное бритье жениха. Ну а к свадебному столу могли подать яблоки моченые, яблоки печеные, пироги с яблоками и, конечно, знаменитый напиток – сидр, полученный из яблок путем сбраживания сока. Вот такое богатство растет вокруг нас в лесах и парках города. Напомню, это было всего четыре древесных породы, а вокруг нас растут сотни растений, даже на нашей небольшой, но такой уютной экологической тропе можно обнаружить 200 видов. Приглашаем вам познакомиться с ними, ведь наша тропа прекрасна в любое время года.